Ремонт фасада, подвала, крыши, систем водоотведения и теплоснабжения. Вот список тех работ, которые по графику должны сделать до конца ноября. Однако у самих жителей другие приоритеты. Каждый год с наступлением холодов они сталкиваются с плесенью и обледенением угловых комнат. И бороться с этим приходится всеми доступными средствами. Поэтому утепление просто-напросто необходимо. Это окно под оконником, там грибок, плесень. Я его закрашиваю краской, чтобы он как с клизки начинается. И вот угол у нас как промерзал этот угловой, так он и промерзает. Там даже у нас обои отваливаются, они даже не приклеиваются. Ремонт проходит по программе Югорского фонда капитального ремонта. Перечень работ формируется на каждые три года и реализуется в пределах этих сроков. Если какие-то запланированные работы не устраивают жителей, то их можно заменить посредством общего голосования. Но озаботиться этим нужно заранее, за два года до ремонта. Когда пришли рабочие, уже ничего не изменить. Они могут заменить работу, расширить. Но, опять же, я говорю, что необходимо учитывать сумму средств накопленных взносов. При недостаточности средств, соответственно, эти работы могут некоторые быть невозможно перенести, соответственно, выполнить. То есть о стоимости данных работ они могут узнать у югорского оператора. Если какие-то работы не вошли в список обязательных, но необходимы, жильцы могут обратиться в Югорский фонд дополнительно, предварительно уточнив сумму накопленных взносов. Если их хватает, вынести вопрос на общее среди жильцов голосование и направить составленный документ в Югорский фонд. Они должны сначала вынести этот вопрос на общее собрание. То есть общее собрание собственников, на которое должны проголосовать за это принятие решения, две трети голосов от всех собственников, они должны принять решение по перечню работ, которую они хотят. Это может быть как замена уже утвержденных работ, так и расширение перечня. Они должны принять об этом решение. Плюс при необходимости они должны принять решение о дополнительном финансировании данных работ. То есть это может быть как кредит в банке, как какая-то спонсорская поддержка, так и увеличение персонального для этого дома взносов на капитальный ремонт. У жильцов этого многоквартирника вопросы вызывает и график работ. По их словам, относительно недавно начался ремонт в соседнем доме. И он продвигается семимильными шагами, когда с 27-мым картина абсолютно другая. Также, по словам нефтьюганцев, рабочие не соблюдают закон о тишине. Они что хотят, то и делают. Получается так. Сегодня пришел на работу, завтра не пришел на работу. Получается у нас так. И при этом еще нарушают шумовой режим и работу в том плане, что они ничего не успевают. Вот если должен быть перерыв, они работают. И у них ответ – мы не успеваем. А то, что есть дети маленькие и в это время спят, им без разницы, видимо. По словам жильцов 27-го дома, никакого общего собрания по вопросу капремонта заранее никто не собирал. И начало работ стало для них не очень приятным сюрпризом. Однако, по словам специалиста, жители должны были сами контролировать эти вопросы и своевременно обсудить их на общем собрании. Вся информация по каждому многоквартирнику есть на сайте Югорского фонда капитального ремонта. Также можно обратиться на горячую линию. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».